Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по геостратегии Андрея Ильича Школьникова. Сегодня у нас очень интересная заметка причины гибели цивилизаций и держав. Раздел геостратегия. Подозреваю, будем говорить о Риме, но посмотрим. В истории человечества существует множество примеров вырождения и гибели могучих цивилизаций и стран, где даже не было намека на сильные удары извне. Точнее, последние присутствовали, но напоминали робкое приближение падальщиков, опасающихся даже рефлекторных предсмертных ударов гиганта. Историю пишут выжившие, отчего столь много в ней великих завоевателей, вся заслуга которых первыми пришли после краха и смогли построить примитивное варварское королевство на руинах более развитой империи. Среди внутренних причин вырождения и гибели можно выделить две основные. Падение пассионарности и исчерпание естественных производительных сил далее будет обозначаться как ЕПС, природных ископаемых, энергетики, почв, пресной воды и другое, доступных на существующем технологическом уровне развития. Про пассионарность говорилось много, но, как показывает история и практика, если не допускать до ситуации до пятого-шестого поколения по Ибн Хальдуну, а до этого редко доходит, это 100-150 лет без войны, приход внешних завоевателей хорошо встряхивает общество и этническую систему. Примером глубокого вырождения является современная Западная Европа. Но даже она имела бы шансы на возрождение, пройдя через череду войн и конфликтов, умывшись своей и вражеской кровью, если бы не ЕПС. Падение Римской империи произошло не только из-за проблем с пассионарностью населения. Для подобных держав это среднесрочные решаемые вопросы. Банально кончились природные ископаемые. В первое столетие своей истории Рим получил в свое пользование большое количество актуальных в тот период природных ресурсов. Смог их добывать и вводить в оборот. Одна история с золотыми рудниками в Испании, когда смывали целые горы, настоящий прорыв. Если в самой Италии месторождений было мало, то провинции оказались ими богаты. Речь идет не только и не столько о монетарных драгоценных металлов – золоте и серебре, которым часто пытаются свести вопрос. Возникший дефицит и ограничения в части металлов, древесины, продуктов питания были важнее монетарных вопросов. Системные проблемы начались по мере исчерпания месторождений. Существующие технологии, а точнее отсутствие прорыва, не позволили перейти к разработке более сложных месторождений – это шахты вместо карьеров, бедная порода и другое. Или решать проблемы за счет колоний – в скобочках низкая логистическая и военная связанность. Отсутствие ресурсов привело не просто к снижению потребления и попыткам государства затянуть ПСА, а подорвало основу экономики, разрушив связанность провинции. Перенос центра империи на восток стал ответом не только на необходимость снижения управленческого плеча, но уходом в регионины, где естественные природные силы не были выбраны и истощены. Вопрос выживания любого государства в долгосрочной перспективе – наличие основы фундамента из ЕПС. Лучше на своей территории, но можно и на зависимых союзных. С экономической точки зрения добыча сланцевой нефти и газа нецелесообразна, но с точки зрения устойчивости США – явный приоритет. В начале 21 века Запад столкнулся с сюжетом Римской империи. Когда территория Европы, а может и США, если не удастся сохранить контроль над Латинской Америкой, нужно будет бросать и перебираться в Австралию. Своих ЕПС для существующего уровня затрат давно нет, контроль над чужими утрачивается. Проблемы начинаются, когда уровень потребления державы системно и значительно превышает получаемый поток природных ресурсов – внутренний и внешний. При этом не важно, какие являются финансовые сальдо, важно именно истощение и снижение доступности. Экономика страны эмиссионного центра может продолжать получать природные ресурсы, имея отрицательно финансовое сальдо и громадный долг. Знаем, о ком мы, да? Но это контролируемый процесс. А вот когда теряется контроль над течением физических потоков, начинаются настоящие, а не виртуальные проблемы. При образовании системного и нарастающего дефицита доступны следующие варианты. Это захват, присвоение, введение свой оборот внешних чужих ресурсов, возможно в результате любого типа войн. Игнорирование проблем с последующей катастрофой. Третья. Технологическая революция, увеличивающая количество эффективности использования доступных используемых ресурсов. Четвертая. Управленческая революция, повышающая эффективность от использования имеющегося количества ресурсов, например, переход от свободного рынка к плановой экономике. И последняя. Технологическая и управленческая революция, меняющая структуру использования ресурсов. Например, смена уклада. Мирсистема ПАКС Американо распадается. Чем больше страна была интегрирована и специализирована, тем глубже будет просадка из-за разрушения связанности и утраты доступа к привычному комплексу ЕПС в рамках обмена ограбления. В ближайшие годы практически все страны столкнутся с дефицитом, но каждая по-своему. Попытки решить будут стандарты. Получить свои силы или до последнего прятаться от проблем. А далее развернется эпоха войн и катастроф, которую большинство будет до последнего не замечать. Последние три варианты требуют сильного субъектного прорыва действия. Не просто так используется понятие революция. Простыми реформами и инновациями подобные вопросы не решить. Этот путь будет нетипичен, ведь нужно не только пойти по нему, но и иметь возможность защищаться от активности соседей. А если сил на такое не хватает, то возникает соблазн ее применить для захвата. Можно выделить общий тренд мира. Одни страны полностью ему покорятся, другие смогут избежать или снизить влияние. В ближайшие 7-10 лет торговля между странами резко сократится. Потоки обмелеют, а некоторые просто иссякнут. Исчезнут привычные правила игры и соотношение цен. Трудоемкость, сложность и риски каждой сделки вырастут кратно. Доллар, как старшая мировая валюта, обесценится. В зависимости от политики ФРС США будет запущена инфляция, барьерные схемы или введен частичный запрет нахождения валюты. Уровень потребления сильно упадет. Производственный сектор и отдельные страны массово будут разоряться. Последние от безысходности станут более склонны к рискованным методам решения, ввязываясь в авантюры в стиле пан или пропал. Грабя скрыто, нарушая обязательства или нападая открыто. В странах, где ситуации удастся стабилизировать, окажется, что осталось мало промышленности и технологий, но очень много желающих и научившихся воевать, пусть и плохо. Где стабилизировать не удастся, не будет даже и этого. Повсеместно пройдет снижение качества и стандартов жизни. Страны, что смогут взять общественную сферу под контроль, повысив эффективность потребления, то есть уйти от свободного рынка, снизить коррупцию и так далее, получить доступ к нужному объему ЕПС, станут метрополиями панрегионов или региональными державами. А вот и приз. Во второй половине 30-х годов они встанут перед необходимостью революционных прорывных изменений в технологиях и управлениях, то есть переход в шестой технологический уклад. И да, оценка естественных производительных сил является важным фактором при рассмотрении моделей для человечества, которому станет мало планеты. Но это уже история 21 века, конца 21 века. В общем, я, наверное, не доживу до полета в космос, как говорится, живем здесь и сейчас. Ну что делать? Спасибо, что дослушали до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось.